Где лучше сажать деревья? Почему нельзя выбрасывать батарейки? Что можно увидеть благодаря аэрокосмическому мониторингу? И еще много всего интересного смогли узнать ребята, принимавшие участие в акции «Организованный Газпром космические системы». День защиты детей здесь отметили с нестандартным экологическим подходом, созвучным 2017 году экологии. Нам хотелось прежде всего устроить детям праздник. В то же время очень хотелось приобщить детей к экологическому движению, показать им основные пути, чтобы они на деле попробовали, что это такое. Гостями праздника стали более ста ребят. К детям сотрудников предприятия присоединились воспитанники школы-интерната доверия и некоммерческой организации содействия социальной реабилитации детей-инвалидов «Радость моя», с которыми «Газпром космические системы» сотрудничает не первый год. Разный возраст, разные интересы. Юных участников поделили на несколько групп. У самых старших была возможность проявить свои знания об окружающей среде в занимательной викторине. Первый вопрос викторины. По вашему мнению, что является самым важным веществом на Земле? Вода. Верно. Также ребятам постарше в рамках экскурсии по предприятию «Газпром космические системы» наглядно продемонстрировали, как в защите окружающей среды могут помочь технологии аэрокосмического мониторинга, данные, собранные со спутников и беспилотных летательных аппаратов. Для экологического мониторинга можно, конечно. Мы как раз частично этим занимаемся. Поваленные деревья смотрим, загрязнение. Сейчас мониторинг осуществляется с помощью беспилотников. Новая техника. Это Китай. И со спутников видно, что сама область загрязнения висит в Китае, потому что там достаточно серьезные экологические проблемы, поскольку там дома до сих пор обогреваются углем. Одни из самых младших участников акции смогли собственными руками помочь в развитии зеленых легких нашей экосистемы, посадить растения и узнать несколько фактов, которыми должен владеть каждый начинающий эколог. Мы сегодня сажали аэлткины глазки. Строение этого растения какое? Корень, стебель, цветок. Корень, стебель, листья, цветок. А еще что бывает у цветов? Семена. Семена. Это плоды. Первый вот это дуб. Второй клен. А что ты здесь узнаешь нового? А как сажать растения и про них новое, то что, как они растут, размножаются. Цветы на сезон. А вот эти растения, благодаря ребятам, останутся на территории предприятия надолго. Деревья – основа экологии. Так, в рамках акции на территории «Газпром Космические системы» ребята посадили пять вот таких вот замечательных елочек. Мы сегодня посадили деревья и цветы. Сегодня было очень интересно, и я узнал, что надо беречь деревья и природу. Они вырабатывают новый кислород, они участвуют в фотосинтезе, и они просто радуют глаз. Я вообще считаю, что все, что связано с землей, с деревьями, с растениями, это очень интересно для детей. Когда они это трогают своими собственными руками, они по-другому относятся. Там было дерево в пакете, мы его должны были аккуратно выкатить в яму, потом и есть там специальное удобрение. Прекрасно, побольше таких мероприятий, то есть я думаю, что детям все понравилось, было весело и интересно, и детям, и взрослым. Самые младшие ребята смогли научиться. Не все, что уже не пригодится по хозяйству, надо отправлять в мусорное ведро. Так, например, из старых CD-дисков может получиться целая солнечная система, а из картонных коробок даже ракета. Мы делаем солнечную систему из ниток, фольги и бумаги. Тут надо заниматься, думать, так сделать, так наматывать, чтобы не запуталось, чтобы было ровно все. Я сделала ракету. Ну и, конечно, какая экология без правильной утилизации мусора. В день праздника все ребята принесли из дома отработавшие свое батарейки. Теперь каждый из них знает, что всего пара аккумуляторов может нанести существенный вред окружающей среде. Батарейки надо утилизировать, чтобы они не отравляли почву. Это правильно доносить нашим деткам, чтобы они перегли природу, чтобы они заботились об окружающей среде, чтобы они знали о вторичном использовании, что батарейки разрушают экологию. Мы сортировали мусор, пластиковые вещи в пластик, бумагу в бумагу, чтобы было легче перерабатывать потом мусор. Подвели в день праздника итоги выставки рисунков «Космос глазами детей», которая стартовала на предприятии несколько месяцев назад. Ребята подошли к работам очень серьезно. Еще бы, ведь перед глазами пример родителей, которые работают с настоящими космическими системами. Я считаю, что это приз, не только мой, но и моей мамы. Возрождается интерес к космосу, к тем, чем занимаются родители присутствующих здесь сегодня деток. И, безусловно, это сплачивает сотрудников этой замечательной компании. Все участники праздника получили особые призы, самые подходящие для здорового образа жизни. Завершать на этом мероприятия, посвященные Году экологии, Газпром космические системы не планирует. В следующий раз сотрудники хотят провести выездную акцию, посетить интернат «Доверие», расположенный в селе Алмазово Щелковского района, совместно с воспитанниками провести мастер-класс по садоводству и озеленению территории.